здравствуйте уважаемые коллеги с вами евгений и сегодня мы затронем такую тему как радиальный расчет толщины стружки или зачем в одном месте в настройках мастеркам поставить галочку сегодня мы будем говорить о динамической стратегии как можно расширить ее возможности у меня уже заготовлен для урока для этого контур который мы будем обрабатывать и вот есть такие бабушки которые мы должны будем обойти и обработать вы можете сейчас заготовить любую контур и его обрабатывать но я попутно в этом уроке покажу некоторые моменты значит выбираем динамическую стратегию первое нам предлагают выбрать район который будет обработан мы соглашаемся выбираем вот этот вот наружный будем обрабатывать снаружи outside значит ставим и избегать если мы хотим избегать вот обработку вот этих вот бабушек мы выбираем avoid regions и просто их выбираем соглашаемся здесь жмем preview и видим как будет проходить обработка на данном этапе все хорошо все понятно нажимаем окей дальше такой момент мы должны выбрать с вами инструмент пусть у меня уже стоит 12 фреза я могу нажать здесь preview toolpath и видеть если нажму hide dialog вот этот вот диалог пропадет вот это вот окно давайте нажмем и я могу сейчас покрутить и посмотреть как будет проходить обработка моей детали нажимаем на escape и возвращаемся поставим что подача на зуб у нас идет 0 5 и скорость реза например 200 давайте зайдем в инструмент значит глубина резания которое позволяет обрабатывать инструмент 19 миллиметров мы его оставляем видим здесь четыре зубов из им принципе согласимся мастеркам нам рассчитал вот эти вот подачи дальше мы заходим в настройку самой траектории как мы знаем при динамической обработке степовер это шаг в плоскости x и y нам советуют где-то в этом до 15 процентов это бывает меньше например я ставлю 15 проходит пересчет здесь оставляем припускаю делаем глубину например на 10 миллиметров у меня сама деталь будет 25 пусть здесь можно будет включить дуги в плоскости x и y допустим выбираем что будет охлаждение и подтверждаем идет пересчет траектории и вот она пересчиталась на данном этапе мы посчитали все сами как должна проходить обработка выбрали режимы из каталогов но есть один такой момент что мы можем поставить вот здесь вот галочку rctf этот получается радиальный расчет толщины стружки и мы видим что вот эти вот параметры подачи и обороты посчитались автоматически возникает вопрос откуда вот они взялись поэтому мы перейдем час в кат параметры и вот меняя вот это вот значение степовер сейчас у нас стоит с вами 15 процентов запомните да вот это число стоит его вам его например поднять до 37 мы видим что здесь поменялось мы ставим его например меньше меняется вот таким вот образом если вы знаете что ваш станок инструмент оснастка выдерживает вот такие вот подачи и обороты резы обороты да там ваш пиндель держит то можно здесь вот поставить rctf вы сразу меняя здесь вот какой-то параметр могу сказать у нее есть какие-то границы и бывает то что здесь пересчет не проходит но если вы там поставите 10 и 12 то возможно вот эти цифры не изменятся и обратите внимание что меняется только вот это фидрейт обороты вот если только здесь поменять вот они здесь поменяются поэтому вот таким вот образом если ну давайте 100 поставим да только до 95 и вот здесь 95 и мы видим что мастеркам здесь давайте запишем что у нас было 1060 при 90 поставим например 50 все равно осталось 1060 ставим 25 получается 1224 и например если ставим 5 то получается 2432 ну пересчет идет но как я и говорил если вы меняете здесь каком-то диапазоне мастеркам все равно не пересчитывает то есть надо подбирать в допустим какой-то там стоповер определенный под ваш инструмент которым вы уверены и мастеркам автоматически вам предложит вот эту вот подачу что дальше обязательно включайте здесь другим делайте их настройку и в принципе даже если вы мы сейчас сделаем с вами пересчет то траектория останется та же самая сейчас пересчитается чтобы видеть как идет пересчет вот здесь можно нажать на view и мультфресс и видим что идет все процессе пересчет был дольше потому что мы с вами поменяли проход шаг между вот этого и если мы сейчас с вами выбираем как home toolpath analyze мы видим сколько у вас вот это вот подачи 2432 вот она везде совращается вот вот таким вот образом можно поставить здесь вот галочку в инструменте rctf получить здесь вот автоматически вот это число но перед тем как нажимать rctf будьте уверены что выдержит ли ваш станок инструмент и оснастка которых будет задержать зажимать вашу деталь и позволяет ли вот на таких скоростях обрабатываться ваш материал на этом все спасибо за внимание с вами был евгений до новых встреч счастливым